Камера зафиксирует и оштрафует. Я оштрафует. Но вы же разрешили. Верховный суд принял решение. Разрешили. Нас вместе с вами. Да, да, да. Да, я дистанцию соблюдаю. Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные. Прошу зарегистрироваться. Идет регистрация. Много номера 1. А, я прошу прощения. Я на начало. Голосуем карточками. Прошу зарегистрироваться. 24. Уважаемые коллеги, из 27 депутатов на сегодняшнем заседании присутствует 24. Кворум у нас имеется. И мы можем начать нашу работу. В заседании 26-й сессии Народного Кворала Парламента Республики Калмыкия объявляю открыто. Прошу присадываться, коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Спасибо. Спасибо. Сегодня в работе сессии Народного Кворала Парламента Республики принимает участие представитель правительства Республики Калмыкия Юрий Викторий Сайцев, главный федеральный инспектор по Республике Калмыкия Беляев Александр Викторович, заместитель руководителя администрации главы Республики, представитель главы народного права Арашев Алексеевич Манжеев, руководитель судебных и правоохранительных органов, Сангажеев Артур Владимирович, заместитель председателя Верховного Суда Республики, Курмар Евгений Викторович, прокурор Республики Калмыкия, Амхай Викторович, исполняющий обязательства начальника управления Минюста, Российской Федерации по Республике Калмыкия, Южковый Гори Александр, начальник управления Федеральной службы безопасности, Российской Федерации по Республике Калмыкия, Никипор Сергей Анатольевич, министр внутренних дел по Республике Калмыкия, и Ларий Вячеслав Николаевич, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия. Также принимают участие руководители Министерства ведомств Республики, приглашенные по соответствующим вопросам, и ответственные работники аппарата Народного курона Парламента Республики Калмыкия. Уважаемые коллеги, для дальнейшей работы нам необходимо избрать секретариат. Сегодня его предлагается возглавить депутату Воронину и Евгению Сергеевичу, включив в состав работников аппарата Народного курона. Евгений Сергеевич, вы не возражаете? Не возражаете. Уважаемые коллеги, прошу, соответственно, проголосовать. Есть проект постановления. Кто за утверждение секретариата состава? Секретариата сегодня есть состава? Секретариата сегодня есть? Прошу проголосовать. Кто за? Защит. Спасибо, уважаемые коллеги. Секретариат сформировал, и мы можем продолжать нашу работу. Уважаемые коллеги, у вас имеется проект повестки дня. Кто за то, чтобы принять ее за основу? Прошу подготовиться к голосованию. Кто принять ее за основу? Кто? За. Защит. Спасибо, уважаемые коллеги. Какие замечательные. Пожалуйста, с вами. Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые коллеги, практически с 20 марта 2019 года мы, как депутаты Народного курала, к сожалению, не услышали отчет главы Республики Калмытия о социально-экономическом развитии Республики Калмытия. Сложно объяснять в том числе гражданам Республики о том, что мы в принципе не имеем возможности встретиться с главой Республики и сказать о тех проблемах, которые интересуют наших граждан. При этом мы с вами все актуализируем в калмыском сегменте очень много вбросов, которые носят анонимный характер, но они все подвержены тем социальным проблемам, которые волнуют каждого из нас. Поэтому вот с учетом того, что мы рассматриваем с вами и принимаем за основу повестку, у меня есть предложение включить также вопрос о том, чтобы мы рекомендовали главе Республики Калмытия на очередной сессии выступить с отчетом. Спасибо. Уважаемые коллеги, значит, понятно, предложение согласится. Мы в тот раз с вами обсуждали эту повестку, значит, мы направили соответствующее письмо в рамках наших полномочий и право главы в той или иной форме выступить. Я перед вами на этот счет выступал. То, что вы мне поручали, я сделал. Я посылал действительно документы, значит, мы получили ответ, что он считается, нужно выступить. Значит, поэтому, уважаемые коллеги, так сказать, вносить в повестку то, о чем уже мы, в принципе, вели разговор, думаю, ну, есть предложение. Я понимаю, есть предложение, уважаемые коллеги. Антон Алексеевич, а где это письмо, которое вы писали Хасикову? Огласите его, пусть принесут помощники. Мы в течение сессии вам покажем. Значит, несколько мы писали. Значит, что, если вы запамятовали на свою письму? Уважаем? Вы же письмо писали по нашему поручению, значит, нам не должны доложить, я так понимаю. Или я неправильно понимаю? Правильно, понимаете, мы вам покажем это письмо. Уважаемые коллеги, предложение соглашается включить повестку дня, вопрос рекомендовать руководитель республики, и главе республики отчитаться перед народным куралом. Ну, есть нормативные документы, я не комментирую предложение депутата. Кто за предложением? у нас согласились с вами. Прошу проголосовать. Кто за? Пять. Кто против? Нет. Кто воздержался? Соответственно, Проголосения не принимаются. Есть предложение по вестку дня и другие в целом. Анатолий Алексеевич, вы на прошлой сессии обещали нам на этой сессии огласить ответы на ваши запросы по поводу нарушений на выборах от избиркома, от правоохранительных органов и так далее. Это вы обещали под камеру. Хорошо. Что вы можете сказать по этому поводу? Мы отключаем сегодня в поездку дня? Значит, в разном. мы вам документ, который я получил единственный, отправили личного. Вы его получили с избирательной комиссии. Значит, вот тот документ... Я не получил. Уважаемые коллеги, этот документ принесите, когда опасно, мы на сэр Викторовича и всех проинформируем на разном. Пожалуйста. Хорошо. Кто за то, чтобы принять в целом, прошу проголосовать. Кто за? Повестку дня сегодняшней сессии. 24. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем работу. Значит, вы к разному подготовке материал когда отправили, кто получил. Значит, смотрите, вот по тем вопросам не должно возникать противоречие здесь. Уважаемые коллеги, слушайте, вопрос номер один. Проект постановления народного курала парламента республики о произведении полномочий депутат народного курала парламента республики Сергеевой Ольги Владимировны. Вносится мандатная комиссия и докладывает председатель мандатной комиссии Валерий Ставич Булгаре. Пожалуйста. Уважаемые коллеги приглашенные, добрый день. В связи с засрочным прекращением полномочий депутата народного права парламента республики Калмыки Ангерой Гуман-Борисовна избирательная комиссия республики Калмыки передала ваканс депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату без того, чтобы гипотатского списка кандидатов в составе которого был избран депутат народного курала парламента республики Калмыки чьи полномочий преднешены досрочно. В соответствии до сих� SAG47 закон Республики А некоторых вопросов в проведении выборов депутат keyword народного фора парламента Республики Ком pickles Избирательная комиссия республики передает его кандидатский и депутатский мандат зафиксированному кандидату Данным зафиксированным кандидатом является Сергей Ольга Владимировна Руководство статьи 18 регамента народного форума парламента Республики Комroffen Предлагаю вместе на рассмотрении естествия народного форума парламента Республики Коммос проект постановления признания полномочия депутата народного права парламента республики Кануги Сердяковой Ольги Владимировна. Комиссия решила внести на рассмотрение народного права парламента республики Кануги в проект постановления признания полномочия депутата народного права парламента республики Кануги Сердяковой Ольги Владимировна и рекомендовать ее принятие. Уважаемые коллеги, прошу вас рассмотреть данный проект постановления. Уважаемые коллеги, мандатная комиссия информации и доклада огласила, вопросы к мандатной комиссии есть? Нет, да? Если нет вопросов к мандатной комиссии, уважаемые коллеги, Ольга Владимировна здесь, вот она сегодня присутствует, уважаемые коллеги, поэтому проект у вас на руках, прошу свою позицию выставить. Кто за утверждение проекта восстановления? Прошу, пожалуйста, и кто за? Спасибо, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу, но прежде чем продолжить, я бы хотел вручить удостоверение, вручить поздравления в форме, пожалуйста. Вы выполняете очень ответственную общественную работу, она возглавляет очень важный фонд помощи детям. И это, потому что в архивах, когда принималось согреть, в архивах я рекомендовал ее, для этого честного работы. Она интересна определенные группы населения, детей, ставили сначала в культуре, и поэтому в этом вопросе вам, что вы сделаете, вам сначала, вы по-другому 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 по-другому, так и сейчас, в хорошей почте раппу. заместитель рукой для администрации представитель главы народа в Курале Манжиев Араш Алексеевич, пожалуйста Спасибо, Анатолий Алексеевич Всем добрый день уважаемый депутат народного права приглашенных Глава Республики Калмыки в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Калмыки о порядке назначения деятельности мировых судей Республики Калмыки вновь на рассмотрение черной естественно народного права права Республики Калмыки кандидатуру Батма Горяева и Батма Анатольевича для назначения на должного мирового судя судебного участка Яскурского судебного района Владимир Батма Ятера Юр看一下 Мирового судя Яскурского судебного района Яскурского республики Калмыки образование высшее юридическое стаж работы юридической плеси 19 лет 10 месяцев до основного мирового судя 7 лет 9 месяцев Батма Анатольевич начался суд в 2002 году С марта 2004 года назначено должность помощника судей Лаганского района суда Республика МонTheyке. С апреля 2005 года по мошенномуамству суда Яскорского района суда Республика М publique. Постановлением народного курага парламент Республики Мон criminal 19 ноября 2013 года назначено должность Мирового судебного учреждения Яскорского района Республики МонTheyка на 3-15 пор часов полной ночи. По основанию Народного хорала Республики Калмыкин от 18 ноября 2016 года назначено было с мирового судей судебного участка Ясковского судебного района Республики Калмыкин на 5-летний суд по мамочке. За период работы в судебной системе за рекомендацию положительной стады является полегистративный юрист, узнающий действующие материальные постановления законодательства. За период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2021 года рассмотрим 213 уголовных дел, 5060 гражданских дел, 2401 дела административного правонарушения и 2357 административных дел. В Анмагарея Бадман Толис постоянно повышается у профессионального уровня. В октябре 2017 года прошел курс повышения квалификации Ростовского региона Российского государственного университета. В 10 минутах, 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 в 10 минутах воспитывают дури детей. Учитывая положительные рекомендации коллекционной коллеги судей Республики Калмыкин 29 октября 2021 года, считаем, что Бадмагарея Бадман Толис соответствует ревну преддлядим кандидат на двор судей закону, на связи с клятой 26-го и 90-го года в статусе судей РФ. В основном, я прошу Народного права Парламы Республики Калмыки поддержать назначение Бадмагарея 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 Толис на должность мирового судей, судебного участка Яшковского судебного района Республики Калмыкия без ограничений срок полномочия. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, докладная информация озвучена. Вопрос ли Хараша Алексеевич? Нет, да? Значит, давайте мы тогда к Бадману Анатольевичу. Бадман Анатольевичу вот перед нами. Пожалуйста, уважаемые коллеги, на заседании комитета Бадман Анатольевич присутствовал. У меня, как у председателя, тоже с ним состоялась беседа. Он один из первых, кто по этой схеме мы утверждали без ограничения срока полномочий. Поэтому, так, по-моему, закон. Пожалуйста, если вопросов нет, Бадман Анатольевич, присаживайтесь. Решение комитета, Михаил Анатольевич, пожалуйста. Вопрос. Спасибо, уважаемые коллеги. Бадман Анатольевич, мы с вами встречаемся в третий раз и думаю, что вы опытный работник суда и отправление правосудия, насколько мы видим материалы коллегии, вполне позитивные, позволяет депутатам, сидящим каждому, принять такое решение. Депутаты единогласно вас утверждали на новый срок без ограничения. Значит, поэтому удачи вам, здоровья, в первую очередь. Ну и мы думаем, что отправление правосудия в рамках закона, но правило, что для вас более чем понятно. Мы надеемся, что вы наше доверие депутатов подавите, а наше доверие того. Спасибо. Удачи. Уважаемые коллеги, рассматривается следующий проект постановления Народного курала Парламента Республики. И об осуждении Катиевой и Раисы Саранковны о должности аудитора контрольно-счетной палаты сносится главой доклада из заместителя рукой для администрации, администрации, присутствующей главой Народного курала Араша Алексея Маши. Ашас, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый депутат, уважаемые приглашенные. Согласно статье 6 Закона Республики Калмыка Контрольно-счетной палаты в палате Республики Калмыкия, аудитор контрольно-счетной палаты назначается на должность, освобождается от должности Народного курала на Республике Калмыкия. Предложение кандидатуре на должность аудитора контрольно-счетной палаты вносится Народного курала на Республике Калмыкия главой Республики Калмыкия. кандидатура на удовольствие аудеer контрольной счетной палаты представляется в Народный храм дней позднее, чем за один месяц в течение поломочи действующего аудеера контрольной счетной палаты в основании злошного уважаемые депутаты в связи с течение срока поломочи прошу освободить Катей Иврай Сарангун на удовольствие аудея контрольной счетной палаты спасибо за внимание уважаемые коллеги в прошлом году есть еще вопрос? пожалуйста уважаемый Араш Алексеевич Вы так активно ссылались на действующее законодательство, я тоже вам его приведу. В части того, что контрольно-счетная палата Республики Калмыкия – это орган внешнего финансового контроля, и в данном случае созданный народным правом парламентом Республики Калмыкия. Катеева Раиса Сарановна уже более, наверное, трех сроков работала аудитором контрольно-счетной палаты и действительно было очень независимое направление, очень сложное по социальным блокам. У меня в связи с этим вопрос предварительной консультации, коли вы являетесь представителем главы народного хора Раши Республики, проходили с главой республики по освобождению Катеева Раиса Сарановна. И второй вопрос, предусмотрен ли вариант трудоустройства, поскольку человек имеет огромный профессиональный опыт и контролирует, в том числе независимо проводить внешнюю оценку и контроль за реализацией национальных проектов, я думаю, это те вопросы, которые касаются не только депутатов, но и правоохранительных и надзорных органов. Поэтому будет ли оставлено то качество, которое есть? Поэтому у меня вопрос по Катеевой. Были ли консультации, приглашали ли? И вопрос трудоустройства. Спасибо за вопрос. Какие вы лично не приглашали, после направления документов, материалов в Урал, соответственно, я лично встречался с Петром Вальчиновичем 29 ноября, мы поговорили, соответственно, Петр Вальчинович согласился с ней, мне надо было два пожелания, чтобы в норме означаемые аудиторы не подводили главу республики, и второе, освобождаемые, высвобождаемые аудиторы нашли применение с учетом их опыта работы. В принципе, это было ситуацией. Вы точняйте вопрос. Вы адресовали вопрос по трудоустройству председателю контроля счетной палаты республики? Вопрос трудоустройства не решается до тех пор, пока у нас существует полномочий к действию, то 1-го в 0-го в 2022-го года. Мы сейчас предварительно, процессуально освобождаемые аудиторы, которых вы сегодня освобождаете, они будут трудоустроены? Я думаю, за 10 лет их работы они лучше знают эту систему, возможно, они сами будут трудоустроены, но после заседания Урала я себе запланировал встречу и с Катиево, и с Мучениевым. Все, спасибо. Еще вопросы? Если больше вопросов нет, уважаемые коллеги, решение комитета, пожалуйста. Решение комитета рекомендовать Народному праву принять проект восстановления парламента республики об освобождении Катиево из страны на должность аудитор контрольно-счетной палаты республики Толбики. Уважаемые коллеги, решение озвучено, комитета, есть у кого-то, давайте проголосим сначала. Уважаемые коллеги, кто за решение комитета, которое озвучено, прошу проголосовать, кто за? Или как? Против? 3, 4. Воздержались? А, 5, 4. Значит, против 5. Значит, решение принято, но есть вот такая реплика, уважаемые коллеги, все-таки трудоустройство действительно вопросов не очень важный, люди наработают действительно опыт, и в силу вот их профессионального опыта в республике местные жители, их, конечно, надо будет использовать. Я так думаю, Рашель здесь сказал позицию администрации, значит, я думаю, что так и случится. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Рассматривается вопрос номер 4. По постановлению Народного Курала парламента республики об освобождении Мучеряева Александра Нарановича от должности аудиторо-контрольной счетной палаты вносится к главой, докладывает Рашель Сможиев, замуководитель администрации, представитель Народного Курала. Пожалуйста, Рашель. Спасибо, Андрей Васильевич. Уважаемый депутат, уважаемый приглашенный, в связи с течением срока полномочия процессов Мучеряева Александра Нарановича отбыл в связи с контрольной счетной палаты. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, мотивы те же. Значит, пожалуйста, вопросы, Рашель Алексеевич. Я вопрос. Пожалуйста. Рашель Алексеевич, а причины освобождения аудитора Мучеряева от должности, помимо официальной причины, указанной в законе, в течение срока полномочия, еще какие-либо причины есть? Нет. Только эта причина? В окончании срока полномочия, да, и, соответственно, нет. То есть аудиторы работали на протяжении трех сроков, где у них не было вопросов. На основании их документов надзорные органы работали вносили соответствующие акты реагирования. на сегодня возникла ситуация замены аудиторов. То есть кроме причины истечения срока полномочия нет. Да, Рашель Алексеевич? Да. И вопрос трудоустройства также стоит по Мучеряеву. Ну, я вам скажу так. Если человек работает два-три срок, это не значит, что глава обязана продеваться. Правильно? Рашель Алексеевич, я вам задаю... Это право главы. Ну, понятно, понятно. Я вам задаю вопрос. Это право некорректно его. Согласен. Рашель Алексеевич, вы имеете статус представителя главы. Не выявлено. Не выявлено. Рашель Алексеевич, я вам задаю вопрос. Я вам отвечу. Предварительно кандидатуры должны обсуждаться в кабинете главы республики Калмыкия. Поскольку три аудитора ведут независимые направления. И проводят ассенцию. Это я посчитаю. Это действующая законодательство. Рашель Алексеевич, и вам нужно было тоже посчитать. Согласен. Ну, во-первых, без ведома не надо говорить. Вы же более чем опытный политик. Значит, я как председатель имею право делать замечания. Я уважаю председатель, я контролирую в кабинете, поэтому мне нужно отвечать на конкретно. Анатолий Васильевич, сделайте, пожалуйста, замечание представителю главы. Он перебивает депутата, указывает, какие вопросы задавать, какие не задавать. Это что такое вообще? Он здесь человек приглашенный. Итак, так же? По существу, пожалуйста. Дадут слово, ему тогда будет говорить. А что он перебивает депутата? Все, по существу ответили. Все, и уважаемые депутаты. Не знаю, что он так ответил. Так согласен. Но вот вы без ведома опять начинаете устраивать разговоры. Вы не создавайте сами такую ситуацию, когда представитель главы не соблюдает действующее законодательство. Я сделал замечание. Ну что вы? Зачем вы меня тоже заводите? Я вас не завожу. Это заводит наш Раш Алексеевич, который не имеет четко ответа. Все, уважаемые коллеги, ответили. Значит, проект восстановления рассматривался на заседании комитета. Пожалуйста, Александр Михайлович. Решение комитета рекомендует народного права Республика Муки принять проект восстановления нормальной республики об освобождении Мучеряева Александра Нарановича от должности аудитора контрольной счетной палаты Республики Муки. Уважаемые коллеги, решение комитета есть. Прошу голосовать по проекту восстановления. Кто за? Нет. Кто против? Пять. Решение восстановления принимается с учетом пожелания. Я так думаю, мы должны двигаться дальше. Уважаемые коллеги, прошу убедительно соблюдать регламент. Ведь никому не отказано ни в слове, ни в реплике. Ну вот, что бы это ни вызывало, предстояние какое-то не нужно. Далее проект восстановления Народного курала Парламента Республики. Уважаемые коллеги, решение озвучено. Мотивы те же. Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Проект восстановления рассмотрелся на заседании комитета. Пожалуйста, Михаил Михайлович. Решение комитета рекомендовать Народному куралу Республики Муки принять проект восстановления Народного курала Республики Муки. А в освобождении Хаджигурова и Татьяна Анатольевна должность аудитор с контрольным счетным плацем Республики Муки. Решение комитета озвучило. Нет репли? Нет. Если нет, прошу голосовать. Кто за? 23. Кто против? Ай. Кто воздержался? Один. Постановление принимается. Мы продолжаем нашу работу. Рассматривается вопрос номер 6. Проект постановления Народного курала Парламента Республики Калмыкия о назначении Альвеевой Натальи Олеговне на должность аудитора контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. В ночь со главой докладывает заместитель руководителя администрации, представитель Народного курала Манджиева Рашидович. Пожалуйста, прошу голосовать. Спасибо, Антон Ильич. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашения. В соответствии с этим законами Республики Калмыкия о контрольно-счетной палате, в связи с чтением срока полномочия аудитора контрольно-счетной палаты, глава Республики Калмыкия вносит на депутатуру Альвеева Наталья Олеговна для назначения на должность аудитора контрольно-счетной палаты на пятилетний срок полномочий. Альвеева Наталья Олеговна родилась 27 сентября 80-го года в городе Листа. Значит, имеет два высших образования. 2003 год Калмыцкий государственный университет специально-сменеджмент 2009 по специально-счетной студенцией. С периода с 2001 по сентябрь 2019 года Альвеева работал на развитых возрастах администрации города Листы, замещая должность организационного правового сектора, сектора по управлению муниципальной собственностью, сектора по организации проведения торгов. С сентября 2019 года по наряду 2020 года Альвеева работал в возрастах начальника управления подземелья и муниципальными отношениями города Листы, администрации города Листы. С наряду 2020 года по наряду 2021 года заместитель, должность заместителя главы администрации города Листы. Кандидатура Альвеева, Наталья Олеговна, соответствует требованию ст. 7 Федерального закона об общих принципах организации ответственно-контрольных счетных органов субъектом Российской Федерации и муниципальных образований. На основном изложенном прошу поддержать кандидатуру Альвеева, Наталья Олеговна, на должность аудитора контрольных счетных палаток и служебных помытий на определение сроком помощи. Спасибо. Ахараш Алексеевич, вопрос. У меня есть вопрос. Так, пожалуйста. Ахараш Алексеевич, по квалифицированным требованиям при предъявляемом должности аудитора контрольных счетных палаток, к сожалению, у нас нет раздачного материала, чтобы посмотреть, да, трудовой стаж. Да, но требуется не менее пяти лет работы по специальности, то есть, к учетам того, что Наталья Олеговна закончила менеджмент и юриспруденция, по данному направлению стаж соответствующий есть не менее пяти лет? Да, точно. Расскажите, пожалуйста, по-другому. В статьях 7 в наличии, значит, требований кандидатуры, в наличии высшего образования? Нет, нет, я не говорю про трудовой стаж, мне надо про ссылку в закон. А что там трудовой стаж? Я сказал про трудовой стаж. Ну, специальность юриспруденция не менее пяти лет стаж работы. Через запятую. Нет, через запятую. Октур работы в области государственного, запятая, муниципального управления. У нее есть старшее муниципальное управление. Нет, муниципальные службы есть, я знаю, Ваше Алексеевич. Вы мне скажите, по специальности не менее пяти лет. Есть юриспруденция не менее пяти лет. Есть, да? То есть она работала в юриспруденции? Да, я, к сожалению, не взял ее в трудовую деятельность. Я знал, что я привязал. У нас тоже, к сожалению, нет, поэтому сложно. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, пожалуйста, решение комитета, Александр Михайлович. Решение комитета рекомендовать Народному праву Республики Палмыхе рассмотреть и утвердить конкуртуру управления Натальей Олеговной на должность аудитора контрольно-счетной палаты Республики Палмыхе на пятилетний срок полномочия. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Прошу определиться с голосованием. Получаем карточкой. Кто за решение комитета? Наталья Олеговна. Кто против? Кто воздержался? Прикройте. Спасибо. Решение принято. Постановление Наталья Олеговна. Я спрашивал. Спрашивал. Выбросил. Пусть-то глава Александра задался. Я задала вопрос к докладчику, а у вас вопрос к аудиторам. Не озвучили. Ну, уважаемые коллеги, у нас есть возможность пообщаться с Натальей Олеговной. Значит, это не возбраняется, в том числе и каждому депутату. Анатолий Сергеевич, вы можете реплику сделать. Я реплику сделать не буду, сейчас ситуация в том, вы нарушаете сам. Но я хочу задать вопрос. На каком основании, как получилось так, что она сегодня работает или не работает? Она была заммэром. Есть написано, что она уволена. Это что-то дать вопрос. Почему она уволена, значит, заместителю мэра не переходят к другим? Понятно, но. Потому что представление четко, ясно, здесь ничего не написано. Мы вчера, кстати, на комитете просто поднимали. Ну, давайте мы, тем более, на комитете вам ответили. А никто, если на комитете не ответил. Давайте мы вашу реплику рассмотрим, как, Антон Иванович, давайте пообнимательности регламенту. Да. Значит, давайте мы председателю по каждому поводу замечаний делать. Это ваш председатель. Значит, пожелание, да. Вот без замечаний. Наталья Олеговна, значит, я убедительно прошу выслушать все замечания, которые были высказаны. Ответительная работа аудитора. И хочу, чтобы у вас получилось. Это работа каждодневная, бескомпромиссная. Ну, есть там люди опытные в счетной палате. Надо будет опираться на их опыт. И не подводить главу Коля, он вас рекомендовал, не подводить нас. Мы вас утверждаем. И, думаю, советоваться с депутатами, реагировать на предложение депутатов. Тогда получится совместная работа. Вот тут, Коля, у Николая Ильича есть вопросы? Они, наверное, очень случайно, эти вопросы возникли. И, думаю, вы найдете время встретиться с Николаем Ильичем и пообсуждать эти вопросы. Поэтому, хотелось вам пожелать успехов, желания трудиться, бескомпромиссно трудиться. Работать с депутатским корпусом. Удачи вам. Извиняюсь, я пропустил эту ситуацию. Пожалуйста. Мы продолжаем нашу работу. Вопрос номер семь. Проект постановления народного курала парламента Республики Калмыкия по назначению Аргаева Сергея Демьяновича на должность аудитора контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия на пятилетий срок полномочий. Вносится главой, докладывая заместителя руководитель администрации, то есть главой, Рашид Алексеевич Машиев, пожалуйста. Спасибо, Антон Юрьевич. Уважаемые депутаты, пригласите вам. В соответствии с статьей 7 законной Республики Калмыкия контрольно-счетной палаты в связи с течением срока полномочия аудитора контрольно-счетной палаты глава Республики Калмыкия вносит кандидатуру Аргаева Сергея Демьяновича для назначения на должность аудитора контрольно-счетной палаты на пятилетний срок полномочия. Аргаев Сергей Демьянович с 7-8 года рождения родился в городе Листа. Имеет два высших образования. В 2000 году закончил Валгарскую государственную сельхозсельхозяйственную академию по специальности экономики управления аграрным производством. В 2005 году закончил Ростовский юридический институт на УД в области правоохранительной деятельности. С ноября 2001 года был опять объектив до 2021 года разогрел по этой услуге на различных площадках среднего старшего штата финансовых контрольных ревизионных подразделений. Аргарьев Сергей Демьянович соответствует нормам правоохранительного требования наличия по торговой долгой в себе страшном контроле аудитор финансов. На основании должен, прошу поддержать кандидатов Аргарьева Сергея Демьянович на должность аудитора контрольно-счетной палаты и службы Калмыгана и действительного полномочия. Вопросы Пороша Алексеевича. Пожалуйста. Пожалуйста, Николай. Пороша Алексеевича. Всегда все-таки я когда задал вопрос в отношении надежда на должность по трудовой биографии вы мне так ничего не ответили. Говорили, что он как секретный агент или еще каким-то образом. На сегодняшний день, на сессии все-таки мы вот здесь вот представление но ничего не написано. Сегодня, поймите, конечно, мы не против если человек достойный, но когда идет это все под секретным делами мне непонятно. А сегодняшний день да, вообще-то мне разъясни не дадили. Во-первых, значит, он пенсионер. Так я думаю, да? Если ответит, хорошо. Более того, значит, я бы хотел узнать по каким мотивам он вообще уволен и ушел на пенсию. Молодой человек, вообще. Пожалуйста, ответите мне. Пожалуйста, Алексеевич. В частности, там, увольнение, тогда он, может, сам ответить. Я скажу, что там, я не говорю, что он где-то секретный, там, адвент, там, работал, так сказать. Это неправда. Я сказал, что он работал в структурном подъявлении в СИН России и проверял, значит, работал именно в контрольном ревизионном отделе именно проверяющий те, значит, все подъявления связаны с оперативной распределенностью. Я так скажу. А вопрос там увольнения так, именно, службы, ну, сам скажу. Так, ну, давайте мы так сделаем. Когда к нему будут вопросы, мы тогда... Хорошо, Алексеевич, еще вопрос есть? Нет, спасибо. Пожалуйста, к Сергею Демьяновичу есть вопросы, пожалуйста. Сергей, я на фигуру два вопроса будут, значит, все-таки нам объясните, каких контрольных, вы сказали, контрольную ревизионную службу, что, что есть такая служба, я наоборот знаю, что есть и нам сюда сделан, в облаке и так далее, есть или же контрольная какая-то служба, может быть она секрет, я не знаю, я не в курсе, понимаю, что-то. Это один вопрос, второй вопрос. Вчера вышел в суд. Насколько я мне проинформирую, что вчера прошел в суд, значит, по какому-то вашему иску. Можете говорить, можете обещать, можете обещать. Но с учетом того, что сегодня будут ваши команды утверждаться, я бы спросил все-таки произнесения. Спасибо. Понятно, Сергей? Пожалуйста, очень коротко, конечно. Первый вопрос. Функционал, который вы исполняли в УФСИ. Я понял. Вот так. Проведение ревизии финансо-хозяйственных деятельностей в целом по стране по линии Федерального службы исполнения наказания. Хорошо. Это 2016 год, да. Дальше, по второму вопросу, в связи с вашим действием. Я уволен был на пенсии посещение срока контракта в апреле 2021 года. Ближний телефон, микрофон. В апреле 2021 года уволен посещение срок контракта. Соответственно, суд я выиграл вчера. Сегодня я вылетаю в Москву менять формулировку увольнения. Я восстановлюсь и уже сам уволюсь по другому пункту. Я выберу. Спасибо. Но я хотел в уточнение. Вас уволили со службы в связи с окончанием контракта. Вы не согласились с этим? Обратились в суд, и у вас там какой-то будет естественно другой формулировка совершенно другая. Так я понимаю, да? Да, правильно. Все. Спасибо. Спасибо, Василий Микторович. Еще есть вопросы, Василий Микторович. Если нет, решение комитета, Раз он рассматривался подождь на комитете тоже, все. Решение комитета рекомендают народному праву Республики Калмыкия рассмотреть и утвердить кандидатуру Аргая Сергея Дельяновича на должность аудитора контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия на пятилетний срок полугодчи. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Есть рептики какие-то? Нет, да? Если нет, прошу о председании голосования. Кто за постановление с учетом мнения комитета, кто за? 22. 22. Кто против? Кто против? Кто воздержался? Да. Постановление принято. Спасибо. Сергей Деменович, депутаты выразили доверие вам, утвердили вас в должности аудиториосчетной палаты. Это очень ответственная работа, я говорил с Натальей, предыдущей, поэтому вы не должны подводить ни себя, ни орган контрольно-счетной палаты, ни депутата парламента. Нас, мы принимаем решение по вашим назначениям. Если, не дай бог, где-то вы будете допускать ошибки непрофессиональные или другие, поэтому мы думаем, этого вы не будете делать. Будете советоваться старшими товарищами, есть с кем посоветоваться в этом органе, есть и наши депутаты, с которыми можете приходить встречаться, депутаты вас будут приглашать для беседы, может быть, тоже это надо воспринимать как должное такой орган, орган подконтроль народному куралу. Поэтому, Сергей Мы утверждаем, но надеемся, что у вас будет плодборная работа, вы с виду бравый человек еще, хотели, чтобы активно работали на этой должности. Спасибо вам, удачи, до встречи с каждым из нас. Спасибо. Спасибо за заказное заверие. До свидания. Рассматривается вопрос номер 8. Проект постановления Народного Курала Парламента Республики Калмыхе о назначении Хаджи Горова Татьяны Анатольевны долгойся аудиторо-контрольно-счетной палаты на пятилетний срок полномочий. Вносится главой, докладывается заместитель руководителя администрации представитель Народного Курала Рашир Алексеевич Маджиев. Рашир Алексеевич, уважаемый депутат, уважаемые согласно соответствует статью всем закона Республика Калмых в то же время срока полномочий аудитории контрольно-счетной палаты республики Калмыхе глава Республики Калмых вновь с кондиктуру Хаджи Горова Татьяна Анатольевна для назначения на должность аудитории контрольно-счетной палаты на пятилетний срок полномочий. Хаджи Горова Татьяна Анатольна 70-го года рождения Урожанка посолства Ясколь Яскольского района В период с февраля 2005 года По настоящее время Хаджигора Татьяна Анатольевна работает в контрольной счетной палате Последники замечают его Старший инспектор и будущий инспектор аудитора Контрольной счетной палаты Кондикатура Хаджигора Татьяна Анатольевна Соответствует требовательной статье 7 федерального закона По высшей принципу организации Действия контрольной счетной палаты Субъекта Российской Федерации и Муниципальных Образований Основность должна Прошу поддержать решение главы Анатольевна, Татьяна Анатольевна Мы ее 5 лет назад утверждали Желали ей хорошей работы Как мне кажется Она это исполнила в полном объеме Мне это приятно Потому что я с ней беседовал 5 лет назад Ее документы Всегда выберенные Те документы, которые я получаю В председательной счетной палате С подписью аудитором Я тоже пытаюсь анализировать Меру своих возможностей И вижу, что Татьяна Анатольевна Мое мнение Пожалуйста, другие вопросы Другие мнения есть? Пожалуйста, Николай Татьяна Анатольевна, ну в принципе мы вчера на 5 лет побежали На вашу груз, на новые условия Я просто пожелаю Вы сегодня видите, что приходят совершенно новые руки Другой структуры и все остальное Я смотрю ваши правды, читаю очень внимательно И все остальное Единственный человек, который на следующий день подготовлен и знает Пожелание такого Удивили С аудиторами надо с ними работать Но вы понимаете Очень пристальное было внимание Особенно на нашу фракцию Отношение аудиторов всех В том числе и ваш Спасибо, что как опытному человеку Все-таки помочь этим людям Стать профессионалами На той голосе, который сегодня Удверждает парламент Республики Спасибо Спасибо Есть еще пожелаю? Нет Решение комитета, пожалуйста Решение комитета Рекомендовать народному праву Республики Провыки Просмотреть и утвердить Кандидатуру Кожевого Иоанна Анатольевна На должность Аутитера контрольной счетной палаты Республики Провыки На пятилетий срок Провыки Решение комитета озвучено Уважаемые коллеги Если не возникло противоречий Пожалуйста, подготовиться К голосованию Кто за? 24 Единогласно Спасибо Единогласно Вы утверждены Это обязывает вас Работать так, как вы работали до этого Ну и с учетом пожеланий Доброго Спасибо Рассматривается проект Попрос номер 9 Рассматривается проект закона Республики Провыки Вообще, Санжич Пожалуйста В рамках 10 минут Мы документы все имеем Депутаты их получили Отзывы получили Поэтому мы в принципе Каждый из нас Сформировал определенные мнения И вопросы Поэтому, пожалуйста Добрый день Добрый день Уважаемый Антон Алексеевич Уважаемые депутаты Приборщенные Ваше внимание Представляется проект закона Внесение изменений В закон Республики Калмыкия О республиканском бюджете На 2021 год И планы 2022-2023 годов Внесение изменений Связано с Прогнозированием снижения Налоговых и неналоговых Поступлений Республиканских бюджет Реализация мероприятий Связано с профилактикой И устранением последствий Распространения Коронавирусной инфекции Также В связи с изменением Объема безважливых Поступлений Седерального бюджета Проектом предлагается Доходная часть Республиканского бюджета Уменьшена 243 миллиона 436 тысяч рублей Из этой суммы Налоговое и неналоговое Предлагается уточнить На 893 миллиона 635 тысяч Из этой суммы Налоговых доходов На 901 миллион 114 тысяч Уменьшение Здесь связано Пере все По Плановым показателям Налогового на прибыль Организации Это обусловлено тем Что снизились платежи В течение второго полугода Закратилась ответственная Налоговая база Это было все Обусловлено тем Что ухудшилась Системинговская обстановка Неналоговые доходы Увеличены на 7 миллионов 479 тысяч Рублей Вам предлагается Уточнить В связи сходя Сходя из фактических Поступлений По отдельным Статьям доходов Безвозмездные Поступления Предлагается Увеличить на 640 миллионов 198 тысяч Рублей Из них Субсидии на 178 миллионов 517 тысяч Рублей Межбюджетный Трансфер Почти на 483 миллиона Рублей И Субвенция Уточняется На 81 миллион 319 тысяч Рублей Расходная Часть Предлагается Увеличить на 1 миллиард 28 миллионов 285 тысяч Рублей Из этой Суммы На Реализацию Мероприятия По противодействию Распространению Коронавирусной Инфекции И Огрызание Помощи Заболевшим Территорией Республики Предлагается Расходы Увеличить на 575 миллионов 102 тысяч Рублей Из этой Суммы На Выплаты Стимулирующих Фарактер Работников Медицинских Организаций Работников Оборудования На 101 миллион Рублей И На Закупку Лекарственных Препаратов На 324 миллиона 26 тысяч Рублей На Оказание Мер Социальной Поддержки Увеличивается Расходы На 216 миллионов 535 Рублей Но Это Больше Обусловлено За счет Дополнительных Федеральных Поступлений Увеличены Поступления Субсидий На Выплаты Семьям Детьми Возрасте От 7 лет На 238 миллионов 962 На Ежемесячные Денежные Выплаты Семьям В случае Рождения Две Дел Ребенка И Увеличилась Сумма Субсидий На Оплату Жилищно-коммунальных Услуг Денег Категории Граждан На 9 Млн 800 Тищ Рублей Дополнительно Предусмотреть Средства В виде Дотации На Обеспечение Балансирования Бюджета В сумме 21 Млн Рублей 31 Млн 300 Тищ Рублей Завершение Года Нашими Муниципальными Образования В рамках Для покрытия Дефицита Великатского Разрыва На Мероприятия По Сохранению Достигнутого Уровня Целевые Показания По повышению Гладки Дополнительно Предлагается Предусмотреть 949 Млн 500 Тищ Рублей И Рамках Реализации Посланий Президента Страны Из федерального Бюджета Дополнительно Уделяются Средства На Проведение Профилактических Медицинских Осмотров Диспансеризации Населения Эта сумма Состояла 13 220 Тищ Рублей На Выплаты Классным Руководителям Преподавателям Наших Учередений Среди Профессионального Образования Дополнительно Выделено 5 466 Млн Рублей И На Создание Модельных Моисфальной Гибротеки Выделили 5 Млн Рублей И По Сельскому Хозяйству Для Субсидий На Возвращение Детрат Производитель Дерновой Фультура Это Порядка 28 Млн Рублей Таким Образом С учетом Предлагаемых Изменений Параметры Бюджета На 21 Год Составят Доходы 20 928 Млн Рублей Расходы 20 476 Млн Рублей Дефицит 547 Млн Рублей Хотел Сказать Что Параметры Дефицита Не Соответствуют Тем Ограничение Которое Установлен Бюджетный Кодекс С учетом Принятия Прошлом Году За Номер 327 Федерального Закона Внесения Изменений Бюджетный Кодекс Российской Федерации Установления Особенности Исполнения Бюджета Бюджетной Системы Российской Федерации Благодарю За Внимание Прошу Поддержать Вставленный Деконопроект Спасибо Уважаемые Коллеги Вопросы Хочется Отвечать У меня будут Вопросы Первый Полный Объем Закрыли Мы Пофинансируем Дух Подоходящих Собъект Народи Патруль И По Естинскому Роджу По Естинскому Району Первое Второе Обеспечение Финансовое Обеспечение По Пристройке Корпуса Учебного Корпуса Городниковского Интерес Школа Троицкого И Проблемы По Миндраву Это Долг По Лекарствам На 90 Миллионов Рублей Таким образом Вы будете Закрывать До конца Года Или это Будет Переходящим Это очень Важно Понимаете Что По Лекарствам Беспечения Мы На первом Чтении Говорили Очень Жестко С вами Разговаривали И Таким Образом Все Это Будет Сына К Концу Года Будет Так Выражено Понятный Вопрос У нас Два Объекта Водослужения Села Троицкое И поселок Сыганоман В рамках Этих Мероприятия Производится Строительство Водоочистки И реконструкции Эти два Объекта Включены В национальный Проект Чистая Вода Я Так Понимаю Что Сейчас Есть Некая Проблема В части Финансирования Средства Они Перенесены С На 22 Год Это Порядка 160 Миллионов Рублей Это Действие На Согласован С Федеральным Минстроем И на Свой День Это Решение Есть 21 22 Пенсион По Строительству Образовательных Учреждений Здесь Я могу Сказать Что Части Финансирования Предусмотрены Выделены Действие Представания Строительства Но Я думаю Что Предпринимаются Все меры Чтобы Завершить Эти Объекты До Конца Текущего Года По Лекарственному Действению Если Брать То Что Мы Досмотрели Первое Чтение Ко Второе Чтение Мы Дополнительно Предусмотрели Среди Дополнительные Действия Это Порядка 75 Миллионов Рублей На Поведение Министерства Здравоохранения По Этому Текущему Году Средства Предусмотрелись Первоначальнице 240 Потом Типа Прапор Мы Добавляли Сегодня Да У нас Имеется Проблема Часто Оплаты За Должны Я думаю Что До Это Статья Она Относит К Центральным Значам А Соответственно У нас На Приоритете Первое Очередное Порядка Это Описально Да Да Еще Пожалуйста Уважаемый Я не Услышал Срок Окончания Строительства Школы Поселки Троицкий Который Строится В рамках Проекта Демографии Регионального Проекта Образования По Срокам Скажите Был у вас 1 сентября На Сегодня Срок Завершения Своей По Данным Объектом Поточняй Пожалуйста Представь Проекта Помогите Пожалуйста Сейчас Нам Работаю Возобновленный Если Можно Чуть Ближе Микрофон Сейчас Нам Работаю Возобновленный Подрядчик Доделал Пока У нас Стоит Конец Горс То есть Не Тридцать Число Ну Не Тридцать Первого Сейчас Я вам Тридцать Дату Не Скажу Но Можно Сказать Так Последние Недели А какого Года Спасибо Еще Вопросы А какого Года Не Уточнили Еще Вопросы В рамках Продолжения Уточняющих По срокам Завершения Поэтому У меня Вопросы Качев Санджич Поскольку Он Сегодня Афетант Заплач По Проекту Закона Вносимого Главой Республики Калмыки Сегодня К сожалению У нас 21 Сессия Очередная По счету И глава Республики Калмыки Присутствовал Только на Четырех Поэтому Мы говорим С вами О тех Вопросах Которые Сегодня Ставят Депутаты На сессиях Народного Курала Потому что Нет абсолютного Диалога И нет Взаимодействия Мы работаем Сегодня В закрытом Режиме И не Понимаем Что Вообще Происходит В том Четыре С Параметрами Поправок Республиканский Бюджет А честно У меня Вопрос К вам По Факетарному Закончику 25 Сентября 2020 Года Межфракционная Группа Депутатов Народного Права Парламента Республики Калмыки Обратились Открыто Письмо В адрес Президента Страны О необходимости Установки Быстрого Водимого Инфекционного Госпиталя На территории Республики Калмыки А та Переписка Которая Имела Продолжительный Период На сегодняшний День У нас При поправках В бюджет К сожалению Этих средств Не предусмотрено Есть Полиция Федерального Министерства Здравоохранения Что Фактически Это работа Органов Исполнительной Власти Спасибо Депутаты За вашу Гражданскую Позицию О чем Говорят Представители Минздрава России Но должна Быть Инициатива От органов Исполнительной Власти То есть От руководства Республики 25 сентября 2020 года Мы этот вопрос Поднимали Сегодня мы Рассматриваем Поправки Полиции Из Ответа Министерства Здравоохранения Республики Калмыки В переписке Первый Зам На тот момент Временный Исполняющий Организации Министра Сараева Ответил Что Прорабатывается Вопрос Строительства Многокровенных Больниц Из которой Разрабатывается Госкорпорация Ростер Предполагаемый Срок Концессии 15 лет Предполагаемый Срок Ввода В эксплуатацию 4 кварта 2022 года При условии Заключения Соглашения Органами Исполнительной Власти В 2021 Годом Предварительная Стоимость Проекта С учетом Мощности Инфекционного Корпуса Составит 1,701 Млн Рублей При этом Средства Будет Предусмотрено 3 источника Финансирования Вот сегодня В параметрах Вносимых Отчет Санжич Я к сожалению Не увидела Средства Которые Сегодня Выделены На Хотя бы На первый Этап Кроме Выделения Земельных Участков О чем Минзавр Республики Написал Что есть Восточная Сторона Города Ильсты Есть Вы Сторон Ассурс Санжич Ситуация Когда мы Обращались 25 сентября 2020 Года С этим Открытым Письмом У нас Было 71 Умерших Наших земляков На вчерашнюю Дату Это 703 То есть 632 Смерти На чьей Совести На Недоработки Депутатов Народного Курау Или Все-таки В случае Отсутствия Вообще Какого-либо Взаимодействия Со стороны Руководства Республики В части Педалирования Этой Проблемы На федеральном Уровне А что с Анжич И сегодняшних Поправок в бюджет Этой суммы Нет Один вопрос А что с Анжич Следующий Вопрос С учетом Всплеска После обсуждения На заседании Бюджетного Комитета У нас В параметрах И при поправках Предусмотрены Так Безвозмездные Поступления За достижение Показателей Действительств Органа Усполнительной Власти Если В 2020 Году Это было 84 Миллиона То В действующей Редакции 2021 Года 137 Миллиона С учетом Того Что 60 Миллионов Рублей Которые Предусмотрены На премии Органам Исполнительной Власти То есть Информация Предварительная У нас Есть Что Средства Распределены Необходимо Узаконить Поправками Вредбюджет Вы эту ситуацию Тоже мне Прокомментируете Второй вопрос И третий Вопрос Ачисанджич Вот В параметрах И поправка В республиканский Бюджет Как мы и вернемся И в том числе Параметром Трехлетнего Бюджета Мы не увидели Вообще Региональные Меры Поддержки Можно Сегодня Ссылаться На послание Президента Страны При этом Очень правильный Посыл Но к сожалению Слабо Реализуемый Тех цифров Которые Вы сегодня Представили Поэтому Ачисанджич Какие Региональные Меры Поддержки Что вы сделали Для оказания Адресной Поддержки Наших Граждан Эти заявители Которые идут К депутатам При условии Для того Что они Не могут Попасть На прием Органам Исполнительной Власти Что нам Отвечать Как депутатам Когда мы Решим Их Вопросы Спасибо Хорошо Спасибо Лаконичный Ответ Пожалуйста На части Строительства Инфекционного Госпиталя Вы Сами Почитали Своим Ответ Здесь Предполагается Система Выставим Системы Это Ростехнологии Веб Поэтому Здесь На сегодня Пока Участие Бюджета Или Проходение Среди Через Бюджет Мы Не Видим Если Как Треста Будут Уделяться Из Федерального Бюджета И Межбюджет Концертов Далее Это Проходит Через Республиканский Бюджет Софинансированный Соответственно После Этого Все Будут Настройки Это Бюджет Отраженный Пока У нас Система Строится Как Вы Зачитали Из Писпания Здрава Ростехнологии Веб По Второму В Тогда Реплика Полтора Миллиарда Рублей Которые Выделены На Систему Здравоохранения В рамках Обсуждаемых Поправок Республиканский Бюджет Почему Если Вы Ссылаетесь На Этот Вариант Что Вас Не Устраивают Почему Не Пошли По Варианту Строительства Сами За счет Средств Если Вы Отказываетесь От Помощи Федерального Центра В установке Быстро Возводимого Инфекционного Господа Никто Не Отказывается Я Сейчас Говорю Только Часи Отражения Эти Всех Статей По Строительству Части В отношении Бюджета Если Есть Решение Части Выделения Средств Федерального Бюджета В республиканский Бюджет Эти Средства Они Отражаются В бюджете И Как Все Финансировано Участие По Гранту Здесь Я Скажу Что У нас В этом Году Как Вы Знаете Предоставлены Средства В виде Гранта За Показатели Это Общая сумма Общая Она Поставила 197 Миллиона Рублей Этой Суммы Это 60 Миллиона Как Вы Сказали Это На Поощрение В этом Году Система Изменилась В этот Список Получателей Этих Стимулирующих Выпад Были Включены Не Только Работники Органов Государственного Местного Но Работники Бюджетной Сферы Полностью Это То есть Работники Образования Дравоохранения И так далее Исходя Из Всех Этих Подходов Средства Не Поступили В Чтении Третьего Класса Было Существлено Распределение Этих Средств То есть Получили Эти Средства Все Работники Бюджетной Сферы Даже Те Работники Которые Работают В системе ОМС Дравоохранения Все Без Исключение Получили Средства 137 миллионов Это Средства Гранты Были Направлены На Решение Первоочередных Задач То есть В ходе Исполнения Бюджета Необходимо Было Добавлять Средства Чтобы Исполнить Национальные Проекты В частности По Минздраву Нужно Было Купить Оборудование Федеральные Средства Были Выделены Но Необходимо Было Дополнить Средства И Там Примерно 22 Миллиона Из Спорт Норма Жизни Были Добавлены Средства Как Софинансированные И Республиканского Бюджета Ну И Оставшиеся Части Были Выделены На Закупку Лекарственных Препаратов Для Лечения Коронавирусной Инфекции По Оригинальным Мерам Поддержки Населения В этом Году Было Принято Решение Сначала В Части Повышение Зарплаты И Были Проиндексированы Выплаты Светальных Пособий На Пределах Четырех Процентов А Сейчас Сейчас Мы Получаются Поправками Лишь Мы Добавляем Те средства Где У нас Недостаточно То есть У нас Увеличилась Численность Получателя Эти Пособий И так далее Я думаю Части Увеличение Регинальных Поддержки Думаю Это Будет История Думаю Что Уже Наступающего Года Когда В течение Года Можно Досмотреть Эти Возможности Я думаю Что Предложения Они Имеются У нас Упомоним Мы Будем Проект Смотреть Еще 19 22 Года Поэтому Думаю Там Тоже Можно Будет Почувствовать Так Пожалуйста Еще Вопросы На Слышке Пожалуйста Нет Спасибо Пожалуйста На Добрый день Хотел Узнать Мы До Этого Тоже Отсуждали Вопрос О больнице Твоистом Какая Ситуация Там Ухойл Он же Должна Была Начать Строй Должна Ситуация Потом Хотел Также Поинтересоваться По поводу Дома На Втором Микрорайоне Где Произошел Взрыв КАЗД Да Благо То Что По Поведу Мишустина Началась Стройка На Третье Микрорайоне Закончится Активно Но В то же Время Три Года Сперед Дом На Втором Микрорайоне Не то Что Там Просто Аварийная Ужасная Аварийная Ситуация Каждый День Проезжаешь Что Там Висят Бетонные Осколки Которые Они Висят Просто Огороженные То бишь Мы даже Не говорим Если бы Это было Отдельное Стоящее Здание Которое Разрушено Часть Дома Там Живут Люди Соответственно Это Живой Спальный Район Там Не знаю Скорее Всего Туда Еще Вот Аварийную Часть Скорее Всего Возможно Залазят Те же Самые Подростки Может Еще Кто Нибудь Возможно Соответственно Какие То Еще Не Дай Бог Несчастные Вопрос Что Делаете Да Я С Поддержкой Федерального Центра Строить Разговор Под контролем Строится А Три года С тем Чтобы разобрать Что-то С тем Домом Если Заложено Это Бюджет И Также По Присловым Премиям Хотелось бы Тут Сам Поняла Вопрос После Дополнить Нет Также До сих Пор За 19 Год Когда Были Первые Премии В начале 20 Года Поднимались Вопрос Тогда Было Обзуждение Что Минцифры Получило 62 Миллиона За Год Минприроды Получило 4,8 Миллиона Сейчас В этом Году Минцифры Получило 371 Тысячу Напомню Это Почтение За Достижение Показателей Деятельности Органов Исполнительной Роз Минприроды 969 Тысяч В разы То есть Я хотел бы До сих пор Понять Каким образом Премии Почтение Распределяется Просто Таким образом Получается Минцифры Вообще У нас Партически Перестало Работать За эти два Года Вроде Как Везде Транслируется Наоборот Они Хорошо Работают Передавая Деятельность У них Все дела Нужная Деятельность А Сократились В разы Это Притом На фоне Того Что Я смотрю У Минекона Оборочить Поднялась На сегодня Ситуация Так Понимая Что Произведена Корректировка Проектно-смертной Документации Сейчас ведутся Уже Сами Непосредственно Строительные Работы В части ПК Поддержки Из бюджета Здесь вопрос Не рассматривается Я думаю Что Я думаю К этому вопросу Мы можем Перейти К следующем Году В ходе Уже Того Как Будет Проиводиться И Существляться Эти Работы Строительные По Дому На втором В районе В части Строительства Дома Замена Этого Строится На третьем Вы знаете Там Федеральная Поддержка 178 миллионов Сейчас Активно Работы Ведутся Я думаю Что Они тоже Подходят К завершающей Стадии В части Разбора Этого Дома Ну И Это Муниципалитета И Соответственно Если Будет Приниматься Решение То Это Будет Средство Должны Отражаться В Джеки Местного Города Элисты По Премиям По Премиям Как я Уже Сказал Сумма 60 В этом Году Система Распределения На федеральном Уровне Изменилась В этом Году Хватили Почти Всех Работников Бюджетной Сферы Соответственно И Распределение Произведено Уже Несколько Иначе И Соответственно И сумма Если Бы Люди Ну Тоже Министерство Ну Я думаю Если Бо Они Не Работали Тройным Образом Соответственно Метокремий Идем Не Получал Можно Репрессию Значит Давайте Так Чтобы Делала У нас Мы Будем Дело Долго Уставить В форме Реприки Это Реприка Да Да Ну По Троицкому Хотел Напомнить То Что Мы Как И Прошлый Раз Это Самый Большой Район У нас После Города Бесты То Что До К сожалению Главы Нет Ну Какое Это Решение Просто В прошлом Год Ставился Вопрос Сказали Что Сейчас Будет Решение До сих По Это Беда Коллеги Люди Ездят Сюда На Стационар Почему Давайте Такси Им Оплачивать Как Это Так Давайте На Вашу Репли Подвиг Здесь Министр Здравоохранения Чтобы Сейчас Нам Не Ввязываться В Каждую Ситуацию Поднимаемую Мы Будем Долго Разговорить Министр В Разном Доскажу Про Репли По Второму Микрорайону Неужели Тоже Три Года Три Года Стоит Дом Я Понимаю Что Это Ответственность Муниципалитета Тем Не Менее Бережи Закладываются И Соответственно Ну Все Мы Здесь Живем Все Мы Видим Но Неужели Нельзя Там Собрать И Тех Руководителей Города И Проговорить Это Не Какой Частный Сектор И Дом Аварийно Состояние Там Люди Живут Два Подъезда По-моему Живет И В Часть Время Опять Ж Я Говорю Сам Принцип Распределения Сам Тогда Абвокатом Поднимали Сам Принцип Распределения Я Сейчас Понимаю То Что Сейчас Распределили Все Всем Дай Бог В этом Году Сделали Все Правильно У меня Вопрос К тому Году То Что Тогда Получается Сделали Неправильно Ну Как Разница 6 Миллионов Практически По Одному Министерству Все Спасибо Реприку Вы Сделали Те Кому Нужно Ответить Они Ответят Пожалуйста Желающие Вы 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 Сказали Документация Патроицкой Больницы Но Вот Как Представитель Желухола Четыре Месяца Назад В этом Зале Сказал Вообще Никакой Документации Нет И Не Было То Они Готовы Финансировать Деньги Есть А Никакой Документации Нет Откуда Она Появилась Можно Ответить Можно Мне Значит Я Думаю Он Министр Наверное Пусть Сделает Если Воронину Пожалуйста Ну Просто Возвать Вопрос Немножко Не По Адресу Вы Занимаемся Мы То есть Лукой Сейчас На Ведутся Работы Все Готово К Углажен Инженер Сети И К Пристрою То есть Родик Будет С Главом Пристрою Там И Убилит Так Все И То есть Проектная Смерная Документация Есть Хорошо Спасибо И Желаю Еще Выступить Вопросы Прекращаем Выступить По Вопросу Пожалуйста Сорваться Уважаемый Ачерст Андреевич Уважаемые Депутаты Уважаемые Коллеги На Сегодня Мы С вами Рассматриваем Поправки В республиканский Бюджет В действующей Редакции И В этот Период Временной Поэтому Хватить Нечего Коллеги Та Ситуация Сегодня Которая Происходит При Обсуждении И При Внесении Данного Проекта Закона Главой Республики Калмыки То есть На сегодняшний день Роль депутатского Корпуса Сведена Максимально К минимуму Поскольку Что делать Когда люди Говорят о том Что депутаты Принимают Бюджет И при этом Не могут Помоги гражданам Резонный вопрос Который возникает Ссылки Действующего Руководства На Подбедные Цифры На реализацию Национальных Проектов По которым Уже есть Нарушения По тем Даже Которые Построены На это Есть Надзорные Органы Которые Этим занимаются Есть Заключения Налоговой Службы О том Что при Принятии Бюджета Мы как Всегда Завышаем Налоговые Неналоговые Доходы Надуваем При этом Поправками Бюджет Всегда Корректируем Второй Момент Мы играем С вами С размером Госдолга При этом Имеем Огромные Аппетиты На привлечение Коммерческих Кредитов Это стало За два Года Порочной Практикой Мы уже Не стесняемся Берем 3-2 миллиарда Рублей Коммерческие Кредиты Но при этом Не работаем Социальными Мерами Региональными Мерами Поддержки Для чего Эти цифры Когда есть Огромные Средства С федерального Бюджета В рамках Десяти Национальных Проектов Это одно Но что Делаем Мы Органы Государственной Власти Поэтому Сегодня При Тех параметрах Которые Сегодня Внесены Сложно Говорит о том Что Мы Сегодня Поправками Бюджет Кому-то Поможем Поэтому Коллеги С учетом Того Что Мы Превратились Технический Орган Который Принимает Поправки Бюджет И при этом Ничего Не может Сказать Нашему Населению Очень Трудно Вообще Принимать Во внимание Здравый Смысл Который Сегодня Проходит На площадке Хурала Спасибо Спасибо Еще Желающие выступить Нет Больше Желающие Пожалуйста Решение Комитета Вы 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 Решение Комитета Озвучено Там Тоже Был Бурный Разговор Что Уголось Походу Реализовать Что При рассмотрении Следующего Проекта Мы С вами Увидим Если Увидим То Вопросы Зададим Поэтому Уважаемые Коллеги Решение Комитета Озвучено Прошу Подготовиться К голосованию Папочками Кто За Кто Против Пять Пять Решение Принято Спасибо Уважаемый Ваше Мнение Мы Продолжаем Работу И Рассматривается Вопрос Номер 10 О Республиканском Бюджете На 22 Год И Планы Пери 23 До 15 Году До 15 Минут Второе Чтение Первое Заместитель Вновь За Главой Доклад Первый Заместитель Председателя Правительства Министр Финансов Ему поручено Одесса Жить Пожалуйста Уважаемый Рассматривается Изменение Параметра Республиканского Бюджета Обусловлено Уточнение Федеральных Поступлений В связи с Кринятием Федерального Закона На 22 24 Годы В сравнении С первым Чтением Объем Дотации На Увеличен На 29 Млн Рублей В сравнении С первым Чтением В 22 Году Увеличены Поступления Целевых Средств На Миллиард Рублей Из Часть Федеральных Средств Это Порядка 30 Процент Или 2,2 Миллиарда Рублей Это Финансированный Мер Социальной Поддержки Населения Свыше 20 Процент Федеральных Поступлений Это 1,7 Млрд Рублей На Развитие Социальной Дорожно Транспортной Коммунальной Инфраструктуры Из Которых 1,6 Млрд Это На Бюджетные Инвестиции В объекты Капитального Строительства Объем Налогов Неналогов Дохода Республиканской Бюджета На Трехлетний Период В сравнении С первым Чтением Изменился И составит 9,365,000,000 Рублей На 22 Год На 23 Год 9,798,000 Рублей На 24 Год 10,353,000 Рублей При Планировании Налогов Неналогов Дохода Во Втором Чтении Мы Учли Принятые Решения По Передаче Норматив По Налогов На Доходы Федичные Транспорт Налогов Учли Тот План Который Представили Кроме Федерального Казначества Республики Калмыки Это В частности Активов На Алкогольные Сеи На Нефтепродукты И Соответственно Уточнили Показатели По Налогов На Прибыль Организации Это То Что Касаем Доходов В Трехлетнем Цикле Можно Наблюдать Увлечение Расходной Части Это Связанность В первую очередь Как я уже Сказал С Изменением В Сторон Увлечения Доходной Части По Межбюджетным Транспортам В Следующем Году Расходы По Средизем На Трехлетнем План На Текущий 21 Год Увеличены 1,4 Миллиарда Рублей 21,3 Миллиарда Рублей В 22 Году В Рамках Государственных Программ Планируется Выделить 20,5 Миллиона Рублей В Ближайшие Трехлетки На реализации Национальных Проектов Предусмотрено 16,7 Миллиарда Рублей Из них В 22 Году 5,4 Миллиарда Рублей С Увеличением К 21 Году На 18,5 Процентов При этом Из этой суммы 90% Это Сконцентрировано Четырех Национальных Проектов Безопасные Качества Автомобильные Дороги Демография Образование Жилье Городская Цвета И здравоохранение По здравоохранению Система здравоохранения Она финансируется За счет Средств Обязательно Медицинского Отстрахования Это Порядка 2,4 Миллиона Рублей Средств Республиканского Бюджета 3,131 Миллиона Рублей По сравнению С первым Чтением За счет Средств Республиканского Бюджета Влеченные Расходы На лекарственные Обеспечения Порядка 75 Миллиона Дальше Дополнительно Предусмотрели Средства В рамках Модернизации Или ухлечения Материально-технической Пазух Через день Здравоохранения Исходя из Возможных Решения Были точные Порядка 18 Миллиона Выделено Приобретение Оборудования Для Феринатального Центра И на 23-24 Годы Допланировали Средственный Капитальный Ремонт Центра Обреждания Центра Крови За порядка 92 Миллиона Или по 46 На реализацию Меропланирования Национального Проекта Здравоохранения Предусмотрено Свыше В следующем году 400 Миллиона Рублей С 22 Года Мы здесь Подошли Изменения Программы Модернизации Первичного Цена Включена Состав Национального Проекта Здравоохранения В целом За 3 года На программу Модернизации Будет Выделено Порядка 508 Миллиона Рублей В рамках Этих Средства Планируется Строительство Создание Поликлиники Градзайковских При Южном Строительство Без Высровоохранительных Фельсических Пунктов Это 10 Национального Пункта Из 2 числа 6 Это В следующем Году И 4 В 23 Году И предусмотрена Закупка Медобородования Автомашин Для нуж Центральных Район Собщая сумма Приобретения Составляет Порядка 17 Миллиона И в 22 Году В рамках Минедуальной Программы Развития Начнется Строительство Республиканского Господа Ветеран Воин Центром Гидиатрии И Репилитации По Социальной Поддержке Населения На Социальную Поддержку Ежегодно Предусмотрено Более 3 Миллиардов Рублей Из этой Суммы Большая Часть Порядка 2 Миллиардов 200 Миллионов Это Республикан Поддержка Семь Детей Семь 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 Предусмотрена Индексация В размере 4 Процент Расходы Занимает У нас Почти Четверть От общей Суммы Расходов Бюджета Объем На 22 Год Это 5,3 Миллиарда Рублей На 23 Миллиарда Рублей Будут Рамки Кривилизации Прослания Президента Будут Продолжены Мероприятия По Бесплатному По Обеспечению Бесплатным Детали Учащихся Начальных Классов Предусмотрена Выплата На Бабы Зарплатное Руководство На Эти Мероприятия Ежегодно Выделяется Более Турцов Миллион Рублей На Реализацию Проекта Образования В 22 Году Расходы Составят 802 Миллиона Рублей В 23 И 24 По Семь 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 Миллион Рублей Рамки Национального Проекта Продолжится Создание Мед Общебразовательных Учередений На Эти Цель Предусмотрено Более Средства Которого Учтения На Припятение Оборудования Для Школьных Столов Здесь Конечно Сумма 24-5 Миллиона Рублей Но Эта Сумма Точная В рамках Суммного Предложения Решать Вопрос Точная И Я думаю В ходе Уже Исполнения Бюджета И Можно И Сумму Рассматривать В сторону Увлечения В Сфере Спорта Продолженные Разъятия Связаны С Спортивной Инфраструктуры В 22-м Году Расходы В сфере Спорта Составят 276 Миллиона Рублей 23-м 468 6 24-м 271 7 Миллиона Рублей Из Году Предусмотрено 276 Миллиона Рублей И 24-м 39 8 27 256 Миллиона Это Средство В рамках Которых Будет Начато Строительство ФОКО С Целью Повышения Качества И уровня Жизни Сельского Населения Особое Внимание Двину Вопрос Услуживающего Развития Сельских Территорий Проект Назакон На эти Цели Предусмотрено Более Миллиарда 700 Миллионов Рублей В рамках Целизации Регионального Проекта Культурная Среда Запланирована Реконструкция Четырех Домов Культур Также Планируется Проведение Капитального Ремонта Двух Сельских Домов Культур Создание Модельной Муниципальной Библиотеки И В 1922-1923 Годах Планируется Реконструкция Детской Школы Искуссии Лед Малой Ербет И Общая Сумма Составит Порядка 80 Миллионов Рублей На Создание В четырех Районах Малой Спортивной Площадки Будет Направлено 10 Миллионов Рублей Таким Образом В 1924-го Малой Спортивной Площадки Планируется Создать Во всех Районах Республики На Комплекс Новосельских Территорий Планируется Проверить Телеконструкцию Водопроводных Сетей В городе Лагань Это 128,2 Миллиона Рублей Обеспечить Жильем Семьи Проживающие И Самое главное Работающие Сельской Местности И Подстроить 2,9 Км Подъезда Проселку Боджор Семьерского Района Это 36,6 Миллиона Рублей Продолжится Программа Формирования Комфортной Городской Среды Национального Проекта Жилье Городская Среда В 22 году Планируется Направить На благоустройство Семьи Общественных Территорий Семьи Районах Минципальных Образований И В следующем Году Планируется Завершить Программу Переселения Граждан Из Аварина Жилищного Фонда Застроить 5 живых Домов Трех Районах Минципальных Образований Перешалкинский Район Вестинский Район Волгански На указанные Цели Предусмотрено Бюджет 58 Миллионов Рублей В рамках Инициативных Дюджетирований Предусмотрено Средство На реализация 23 специально Значимых Проектов Развития Территорий В сумме 15 3 Миллиона Рублей То есть В рамках Этих Средств Предлагают Строить Обустройство Детских Спортивных Площадок Обустройство Пешеходных Дорог Тротуара Благоустройства Или обустройства Парков Узил По водоснабжению На трехлетний Цикл Предлагается Предусмотреть 734 миллиона Рублей На 22 Год Планируем В рамках Республиканского Бюджета Это продолжение Строительства Разваящих Сетей В Варшане 9 миллионов А также Строительства Скважин Малдебетов И Кундук Малдебетского Района И уже Рамках Приализации Регинарного Проекта Чистая Вода Это продолжение Станции Чистки воды Реконструкции Объекта Селитройска И Сиганаман То есть Порядка 300 миллионов Рублей Порядка 305 миллионов Рублей И Включаются Новые Объекты Тоже По национальному Проекту Чистая Вода Это В Лаганском Районе 162 И 9 миллионов Рублей И В Вешалтинском Районе Два Объекта Села И Села Урьянов По Порядка 150 Миллионов Рублей Это Мы не забыли И О столице Республики Здесь В части Доходной Части Передали Дополнительный Норматив По налогам На доходы Физи Транспорт На налогу Дополнительный Бюджет Толицы Порядка 150 Миллионов Рублей Завершится Строительство Четырех Пристроек Дальних Действующих Школ Это 283 Миллионов Рублей Запланиров Капитальный Ремонт Крови Организации Дошкольного Образования 62 6 Миллионов Рублей В рамках Программы Социально-экономического Развития Продолжится Строительство Инженерных И коммуникаций К земельным Участкам Предназначенных Жилищного Среди Начнется Реконструкция Канализационно-почисленных Сооружений Порядка 640 Миллионов На эти цели Предусмотрены Программы Социально-экономического Развития И в рамках Стимулированной Программы Развития Жилищного Среди Также Производства Среди Инженерных Сетей Для Малой Итажной Застройки Это Программа Называем Стимус И в рамках Программы Формирование Современно Городской Среди Планируется Строительство Парка На это Выграно Более 300 Миллионов Рублей По Ошане Я уже Сказал И В целях Разработки Проектно-смертной Документации Предусмотрена Субсидия На Доправление Проектно-смертной Документации И культивации Слав Для Дальнейшего Уже Увлечения Национального Проектно-смертной Документации Предусмотрен 15 Миллионов Рублей Расходы На государственную Поддержку Сельского Хозяйца На 22-й Год Создает 2,4 Миллиарда Рублей С учетом Увлечения По сравнению С дамой Первого Чтения Увлечение Соттало Почти 7,9 Миллионов Рублей Увлечены Выско Субсидии На Предоставление Господдержки На развитие Местного Сотталоста Рахования В области Ростеневоза Субсидии На поддержку Сотталоста И за счет Средств Республиканского Бюджета Дополнительно Выделены Средства На Предоставление Субсидий На Возделывание Рита Повышение Плодов И качество На Возвлечение Затрат По Электроэнергии При Орешении И Доключение По Дорожному Фонду По Дорожному Фонду Объем На Три Года Общая Сумма Составляет 10,4 Миллиарда Рублей Возвлечение По Стройной Сфермы Чтения На 4 Миллиарда Рублей Но Это Миллиарда 751 Миллиарда Рублей Если Пройти Отдельно На Проект Безопасно-качественной Дороги Сумма Его Финансировано В 22 Годе Запланировано 2 Миллиарда 346 Миллиарда Рублей Средства Предлагаются Направить На Ремонт Дорог Дорог Агломерации На Ремонт Дорог Регионального Значения Как я Уже Сказал На Средства Дороги Поселку Возду Печеневского Отвечает Треба Информирования Проекта Бюджета Его Содержания Доконопроекта Объем Прогнозим Заходов Поступлений Обеспечивает Исполнение Допланированных Расходов У меня Все Спасибо За внимание Прошу Поддержать Представление Доконопроекта Спасибо Вам Большое По регламенту Поступаем Вопрос Давайте Так Вопрос Потом Выступление Более Системное Есть Такое Продолжение Завершить Рассмотрение Доконопроекта А потом Делать Пожалуйста Вопросы Вопросы Уважаемые Дороги Пожалуйста Хотел Вы Уточните По По Строительству Дорог До Сельских Поселений Вы Сказали В этом Дороги До Поселка Дороги Ко мне Депутату Обращались Обращаются Граждане С поселка Айчиньяр На бюджетном Комитете Обсуждали Тоже По ним Дорога Будет И я так Думаю Вообще Надо было бы Наверное Вообще Оценить Сколько У нас Сел До которых Нету Дорог И В рамках Как раз 15 проектов Бакетель Тоже По сети Федерального Центра Ну как 21 Мы говорим Про развитие Жизни На селе Мы Говорим Про Развитие Фермерства Да То что У нас В принципе Является Основным Секрет Абаканат И В то же Время У людей Нету Банальной Дороги До села Это Благо То что Год Да Сейчас Заложили А что Другим Они что Не граждане У них Что Надо Делать Они Мы Пишем Куда Угодно Записали Получаем Одни Отписки Никаких Вообще Даже Предполагаемых Планов Ладно Хотя Обещали Им Даже Не Обещали Ничего Им Даже Не Говорят Что А сколько У нас Таких Семь Да Еще Вопрос Может быть Оценить И Хотя Бо Проговорить И Так же Может Подключить Написать Более Десять Миллиардов На три Года Понимаете Это Очень Серьезный Объем То есть В схеме Ремонта Строительства Там же Несколько Источников Вполне Приличная Сумма Никогда Такой Сумма В принципе И не Закладывалась А то Подразобраться Это Вести На сведение Людей Что Допустим Через три года Не будет Таких мест Где не будет Дорог Будет сделан Ремонт И Подладывание Наверное Правильно Да Да Потому что Таких Скоро Здесь Рядом С городом Яшковский Район Мирняшковский Район Найн-Тахын Я сам Ездил С девочкой Идет Пешком До школы Да Вчера Сколько километров Это вообще Ну как так Хорошо Это Ваша позиция Какая Здесь Получается Программа Строительство Этой дороги При 6 километров Расстояние При 6 миллионов Это Существляет Рамку Программы Развития Сельских Территорий Я так понимаю Что Здесь Средства Небольшие И расстояния Небольшие Берутся Соответственно Выбор Пойдет На такие Дороги Которые Небольшие По расстоянию Для того Чтобы Уже Охватывать Больше Дорог Больше Расстояния Думаю Здесь Необходимо Наверное Вносить Изменения Действующие Редакции Программа Уже Взять Программу Компенсное Развитие Сельских Территорий Если Брать Национальный Проект Безопасный Качественный Автомобиль Дорог То Здесь Запланировано Как Капитальный Ремонт Именно Действующих Дорог Которые Несли В наличии То есть Республиканские Дороги Городские Дороги Которые Находятся Рядом Городского Абломерата Ремонтировать Дороги Селед Тройска В городе И так далее А чтобы Брать Такие Дороги Более По длине Больше По расстоянию Здесь Я думаю Что нужно Все равно Проводить Определенную Работу Вносить Изменения В программы Действующие Чтобы Позволить И за средства Выделить Разговор о чем Мы вчера И на фракции Об этом Переговорили Что мы должны Запросить Схему Перечень Работ По дорожным делам Есть ресурсы То есть Нужно Включать Реальную Ситуацию Включать Размещение И так далее Все должны знать В каждом Селе В республике И так далее Вот об этом Разговор В целом Идет В этом вопросе И тут Думаю Сах Пожалуйста Еще вопрос Не не Вопрос Также Комментарии В этом Плани Здесь Вот именно Вопрос В том То Что Давайте Хотя бы Оценим Сколько Сел Сколько Километров Дорог Потому Да Сейчас Даже Понимание Чтобы Соответственно С этим Вопросом Выходить На федеральный Центр И говорить Что Давайте Расширьте Программу В рамках Проекта БКД Или Еще что Заложить Потому Что точно За республиканский Бюджет И представляем Это неоправданно Зачастую Может быть В этом селе Живет 50 семей И Понятное Дело Построить Дорогу В 50 Километрах Конечно Это может Для республиканского Бюджета Будет И неподъемным Неоправданным Спасибо Александр Михаил Николаевич Я вам слово Дам Вот Министр Еще просит Уже Второй Добрый день Уважаемый Коллеги Министр Внутренний По поводу Реплики И Поставленного Такого Вопроса На наш Адрес Запрос Прислать Мы вам Дадим Разбивку По Сельским Дорогам Региональным Дорогам Километраж И Состояние Покрытия Есть такая информация Спасибо Михаил Николаевич Пожалуйста Спасибо вам большое Анатолий Если я хотел сказать Может быть Это вопрос Связан с Дорогой По Аспекту Которому Сейчас Было Высказано Можете Вынести На Носедание Европа Дело в том Что мы Что угодно Будем Говорить Вопрос Не решится Пока Не изменится Вот это Условие 125 Человек И не Более Трех Четырех Человек От Федеральной Прасы Вот сейчас Арстан Борисович Назвал Ноченеры Я могу Добавить Поселок Бергин Поселок Колсофута Безусловно Сарпа Но Привольно Уже Построено Я называю Те населенные Пункты Где Есть Хоть Какое То Производство И Где Откуда Бюджет Поступает Деньги Кроме Подоходного Налога А Те Населенные Пункты Которые Построены Дороги Ну это Хорошо Там Действительно Живут Люди Но Возьмите Джурак Каждый Каждому Выбору Там Дорогу Делать В этот раз Не стали Делать Шимбя По памяти Техон Шнур Ашум 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 Но Люди Живут Надо Строить Дороги Но Там Нет Бюджетной Отдачи Которая Поступает От тех Населенных Где Сказал Есть Еще Живые Предприятия Люди Которые Там Живут Они Не Понимают Этой Политики Ни Нашей Ни Федеральной То Разговор Простой Я Но Реакция Такая Как Только Начинают Строить Дороги До Тех Населенных Комптов Которые Расположены Двух Трех Километров Сразу Идет Оживление Почему К нам Ничего Не Делается И Претензии Претевляют Даже Мне Говорят Которые Хорошо Меня Знают Я Много Раз Объясняю Почему Говорят Мы Смогли Мне Лично Говорят Мы Смогли Школу Построить Вы И Газ Провели Вы Свои Деньги Вкладывали Я Не Мог Объяснить Что Чтобы Дорогу Построить Нужно Всю Горочку Вложить Туда И Получить Проект Тогда Как Школу Там Легче Было И Проект Оплатить Экспертизу Государственную Горно Техническую Газ Вообще Мы Свои Деньги Вкладывали Потом Через Три Года Нам Горнули Поэтому Мне Кажется Я Не Вижу Сейчас Выхода Либо Должен Быть Изменен Федеральный Подход Либо Надо Вынести На Европа Либо У нас Внутри Надо Принимать Какой-то Законопроект Чтобы Эту Ситуацию Изменить Иначе Мне Кажется По Таким Населенным Пунктам Дальше Нем 70 Километров Горгин Быстрее Я Так Понимаю Все Это Кончится Тем Что Понадобится Астраханцы Будут И выгод А нет Там С той стороны Дорогу Мы построим А мы Которые Центры В частности Наши В Неволсопута Шатта Сарпа Мы Вообще Без Дорог Шатта Вообще Смывается Сарпа Там Два Района Бесполезно Даже Некоторые Дороги На балансе Не стоят Щебенка Поставлена Поэтому Здесь Нужен Видимо Такой Подход Либо Нужен Анализ Либо В Волгограде Была Конференция Свяженная С местным Самправлением И туда Приезжал Медведев И может Вопрос Был задан По этим Дорогам Он сказал Мы вопрос Этот Решим Но он Не решился Что мы Должим Нести Изменения И посмотрим Это Не мы Задавали Не наша Республика Другие Задавали Других Регионов О том Что надо Изменить Условие 3 километра И 125 Человек Спасибо Мы Плавно Перешли к Выступлений Уважаем Пожалуйста Какие желающие Пожалуйста Вот у меня На прошлой сессии Я задавал Вопрос Через Андреевич По Госдолгу И он Говорит Да мы Берем Кредиты Чтобы Закрыть Старые Это Одна Сторона А другой Он Промолчал Потому что Параллельно Они Из этих Денег Кредитных Выдают Зарплату Вот Недавно На днях Выдали Зарплату Получив Еще Опять же Огромный Кредит И Поэтому Госдолги Растет Кроме Этого Бюджетникам Выплачивается Опоздание Но при этом Не платят По второй Статье Налоги Заработной Платы И даже Есть такие Случаи Вот мне Из здравоохранения Жалуются Что Деньги Выделенные На лекарства Заставляет Министерство Здравоохранения Проплачивает По второй Статье В нарушении Всяких Закон И Закрывает Дыры Возникшие Но при этом Людей Ставят Под удар Который Нарушает Закон Завтра Прокуратура Примется За Эти Вещи И Многие Головы Полетят И Люди Мы Не Знаем Что Делать Нас Заставляет Дальше Значит По Аренде Земли КТК Каспийским Трубопроводным Консорциумом Дело Направили В суд Черноземельский район Администрация Черноземельского района Подала В суд Но Ошибка Наша Республиканская Еще Вы Помните Что При Татьяне Ивановне Бакеновой Она Всем Руководителям Докладывала Что Кадастровая Стоимость Земли В республике Завышена Рано Или поздно Мы Обязаны Будем Снижать И И Вот Сегодня В связи С тем Что Аренду Арендную Плату За Землю Увязали С Кадастровой Стоимостью Район Потерял Огромные Деньги Что Делало Министерство Экономики Что Они Прогнозировали Что Делал Министр Финансов Который В это же Время Тоже Работал Поэтому Такие Промахи Ведут К сотням Миллионов Потей Бюджет Об этом Они Не говорят Когда Идут Первые Вторые Чтения Бюджета И Сегодня Вот АКТК Конечно Удобно Сегодня Им платить Меньше Но при этом Мы еще Забыли Мы уничтожали Своих фермеров Которые платили Завышенную Ставку Арендной Платы Эти Многие Годы Десятилетия Платили А сегодня Арендная Плата Оказывается Должна Быть Меньше В разы И В связи С этим Я думаю Что за эти Ошибки Кто-то Должен Отвечать Зачем У нас Правительство Которое должно Уметь Считать Деньги Простейшие Тем более Люди Об этом Предупреждали Специалисты Дальше Налоговые льготы Лукоилу Там существует КТК Существует Ну что Еще мы хотим Дать фортуму Налоговые льготы Мы что Жируем что ли От огромного Количества Доходов У нас доходов Нет Долг Растет При этом Мы сохраняем Еще налоговые льготы И Я С первого Дня Своей Депутатской Деятельности Здесь В этом Зале Требую Опубликуйте Соглашение С Лукоилу Что за Тайность С семью Печатями Значит Есть там Что скрывать От народа Давайте Опубликуем Это соглашение И все будем Понимать И сегодня Вот На Год назад И полгода назад И два года назад Я К Юрию Викторович Обращался И говорил Вы Переговорите С компанией Лукоил Ведь По всем Международным Нормативам Основная Добыча Нефти Там Месторождение Филановска Она находится На нашей территории А налоги Около 30 миллиардов В этом году Ушло В Астраханскую Область Лукоил Платит Либо Я же говорил Договоритесь С Астраханской Областью О Дилиже Этих Налогов Нам Лишние 10-15 Миллиардов Не помешает Но А где Ваши движения Юрий Викторович Вы не в прессе Здесь я официально Как депутат К вам обращался Не в прессе Не вне лично Не парламенту Не ответили Идут разговоры На эту тему Переговоры Или нет Какая перспектива Этого вопроса Мы Мы Сегодня Вы 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 Ищите Копейки Вы Ищите Копейки Вы Занимаете 3-5 Миллиардов В год Нарастает Долг У вас На 2-3 Миллиарда И При этом Не можете Даже вопрос По Калмнефти Поднять Я называю Это Калмнефтью Потому что Там Миллион Уже Десяток Фирм Которые До сих пор Работают Землю Нашу Загаживают Людям Зарплату Не платят Месяцами Но при этом Добыча Идет Нефтевозы Ходят А Что молчит Правительство Ни одного Внятного Ответа На эти вопросы Мои Не прозвучало За эти годы Вот за 3 года Депутатской Моей деятельности Поэтому Все говорят Там Какую-то Операцию Там провели По Сатаровской Компании Но это Показуха Все мы поняли И все Замолчало Дайте Внятные Ответы На вопрос Вот Обращаясь К Зайцеву Юрию Викторовичу Представит Правительство Дайте Вот На эти Поставленные Мною Вопросы Наконец Толковые Ответы Чтобы Мы Понимали Что вы Работаете Что вы Держите Руку На пульсе Что вы Считаете Деньги Сегодня Мы Этого Не видим Не видит Никто Но И при этом Ходим нищие Копейки Просим А полтора Миллиарда Хотим Фортуму Дать Налоговый Льгот Ну что Это Такое Спасибо Значит Уважаемые Коллеги Тут Есть Продолжение Завершать Седла Николай Николай Пожалуйста Мы Вопрос Дадим А потом К Восстание Перейдет Я Не буду Дальше Продолжать Вопрос Ответьте Пожалуйста По Одному Моему Вопросу Это По Нашим ГУПам Так Называем Беспубликанские Собственности Имущества Беспубликанских На сегодняшний день ГУПов Эффективность На сегодняшний день Ноль Мы оттуда Получаем Ноль И в принципе Я хочу знать Мы там Кого кормим Это Наблюдательный Совет Который Вместе Директор Там сидит Или нет И Хотел бы Сказать Реплику Николай Николаевичу Коллеге Своему Может Николай Николаевич Нас Туда Други Проводить Если Мы сейчас Туда Други Пройдем И у нас Это ГУПы И Ничего Не будет Разворотить Чертого Матери Поэтому Это Реплика Но К сожалению На сегодняшний день По этим ГУПам Из года В год Мы Включаем Получаем Прибыль Я могу Сказать Точно Сколько В 2019 Году Шелось Одна Тысяча В 2020 Году 28 тысяч В 2021 Году Ноль Зачем Они Нужны Или Мы туда Будем Ставить Как Говорят Управленцев Которые На сегодняшний день Говорят У нас Шикарные Провинцы Здесь Или С этим ГУПом Что-то Надо Делать Зачем Мы На себе Ничем На себе Горбуз Вот Эти Проблемы Есть у вас Возволь В части ГУПа У нас Законим Уже Отискана В рамках Существующего Законодателя Федерального Что В части Прибыли Которые Они Получают Должны Перечисать Бюджет Государства Это Получаем Тех сумм Которые Можно Получить Но Я думаю Что Проблема Она Имеется Здесь И Я думаю Что Вы Сами Сказали Что Это Уже Многолетняя Поэтому Наверное Уже Настал Тот Чивет Чтобы Уже Рассматривать Этот Попрос По Угу Покусу Хорошо Спасибо Пожалуйста Юрий Встать Я Планков Прокомментирую А Сейчас Вы Читом Нас Скажем Мы Участности По Филоносскому Работу Такую Проявили И Я Вам Скажу Так Деланный Ректировать На Ладно Не Так Ладно С Природных Присурсов Ответ За Честно Жить Что Песня О Что Это Делать Нецелесообразно Так Это Примерно Выгодно Когда Мы Предлагали Разные Варианты В том Числе И Просто Нам Давайте Там И Соседи Реклеваны Поделим Паритет Например И Такой Же И Такая Была У нас Просьба И Так Как У нас Минприрод Куратор К этому Вопросу Послучался Министр Природных Ресурсов Но Позиция Была Такая Что Нам Отказали Так Честно Жить Да Нюансы Сейчас Расскажьте Что Касается Фортум Там Льгот никаких Нет По льготам Мукоила Тоже Поясните Что их сейчас уже нет И По фортуму мы Льготы не дали Но Мы получили обратный эффект Фортум просто взял Снялся С регистрации отсюда И ушел в Москву Вот и все И Где кто выиграл Еще непонятно Вернее все понятно А честно Честно Жить Там тоже Может цифры Сказать Поэтому Здесь Еще раз Говорю Тут Не Сама цель Получить Льгот А Сама цель Выстроить Взаимоотношения С инвестором Таким образом Чтобы Вы правильно Говорите Нацили Получить Более Высокий уровень Доходности Вот и все Поэтому Это в целом Ну а честно Жить Может быть Какие-то там Нюансы Не может быть Сейчас скажут По налогам Как это Увидеть Ну там Пять минуты Других Достаточно Директор Вот По соглашению Что вы скажете Нет Я же задавал Вопросы Я же Хочу услышать Ответы на них Это первое По соглашению С Лукоевым Второе То что вам Рекомендовали В Москве Это не означает Строго Нужно Исполнять Мы Должны Жить Для себя Республика Я имею ввиду Там где Есть У нас Право Его Надо Отстаивать За него Надо Бороться Если Мы На каждый Шепоток Или Окрик Какого-то Чиновника Заинтересованного Может быть Шкурно В этом Вопросе Мы Будем Реагировать Мы Вечно Будем Сидеть Без Денег Юрий Викторович Надо Настаивать Надо Продвигать Надо Биться За Это Частная Компания Мнение Чиновника Там Никакой Роли Не Играет Только Поэтому Может быть Не сработал Вариант С Министерством Природных Ресурсов Там Есть Собственники Там Есть Акционеры И они Принимают Решение Как Формировать Свою Работу В том числе И по Не А как Они Должны Исполнять Законодательство Они Добывают Нефть На нашей Территории Причем Тут Частное Предприятие Как Они Хотят Как Нужно Как Делать Как Требует Того Закон И Соглашение Сверхсекретное Соглашение Опубликуйте Его Наконец В печати Можно Пояснить Пожалуйста Давайте Начнем Можно Пояснить Начну Я с налоговой Преференции Налогов Льгот Те компании Которые Вы Перечислили КПК Лукойл И Фортум Они На сегодняшний День Не пользуются Льготами КПК По полной Программе Платит И налог На прибыль И налог На имущество Организации Фортум Платит Исходя Из законодатель Налогового На имущества Организации Поскольку На имущество Находится На территории Республики По УКОЛу Налог На прибыль Они платят Налог На имущество Организации До конца года Льгота Действует С нового Года Льгота Не действует То есть Они Законец Налог Будут Платить Все Это Прописано В нашем законе О налоги на имущество организации, а налоги на прибыль, где это все отражено, что компания, которая уходит в структуру КГН, консультивная группа налогоплательщиков, пользуется в течение 7 лет налогопреференцией по налогу на имущество организации. Это сейчас действует до конца года, с 2022 года компания платит полностью. Часть тех месторождений, месторождений Филановской и так далее, это мы говорим так называемые новыми месторождений, которые находятся на КАССЕЙ, я здесь подчеркиваю. И соответственно, исходя из этих подходов, налог на прибыль зачисляется полностью в федеральный бюджет. Наше было предложение, часть этого налога на прибыль распределить между тремя регионами, это Астрахань, Дагестан и Калмыкия. Пока это не поддержано, но двигаться можно. Это получается наше было предложение, часть налога на прибыль перераспределить между регионами. И та сумма, которую вы озвучили, да, это сумма, которая поступает на сегодняшний день в рамках действующего законодательства налогов в доход федерального бюджета. Хорошо. Вы так реально говорите, да, Фортуму это мы отклонили. Вы готовили сейчас в прошлом году, хотели ввести налог на имущество. Мы здесь выступали, общественность выступила, вы ушли. И не надо это записывать себе в заслуги. Вы вынуждены были отказать Фортуму, во-первых. Во-вторых, есть международное право, которое устанавливает понятие, что такое шельф. Там четко описано, как определяется территория того или иного государства на шельфе. Тем более, находясь внутри государства, мы уже субъекты должны найти возможность, Калмыкия тем более заинтересована, потому что фактически это территория республики Калмыкия. И мы сегодня теряем территорию тысячами гектаров. Об этом вы тоже не говорите. А раз теряем 2000 квадратных километров в год, да, это арендная плата, это налоги на землю. Хорошо, спасибо. Вы так вроде как с нажимом говорите, а на самом деле, да, льготы сейчас у Коева заканчиваются. Я вам задавал вопрос, на одной из сессий вы ответили. Да, заканчиваются, но еще не закончились. А где Сатаров? Где платежи от Сатарова? Я у министра по имуществу выяснил, что все-таки арендную плату вот за ту, не нефтяную территорию, а за пастбище, которым он огромную территорию занял на свое фирменское хозяйство, все-таки арендную плату они платят, боятся этого, потерять землю. А остальное с нефтедобычей, что творится? С экологией что творится? Нефть сливает в ловушке. Тему вы озвучили, спасибо, а то хотят другие еще сказать. Пожалуйста, Николай Ильич, потерявите, пожалуйста. Ну, в принципе, я хотел сказать по итогам нашего, когда подходя, мы сейчас голосовать будем все-таки. На сегодняшний день и в первом чтении, на втором чтении мы, так скажем, взаимодействуем-то выгодным своим поручением, которое мы сегодня делали, чтобы мы не пришли. Я не хочу говорить о том, что идут сокращения у нас по социальному блоку, это в том числе медицина и образование, о котором мы говорили, в том числе по горячим питаниям и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но мне сегодня хотелось сказать о другом. Вот почему мы все время, значит, там, действительно, я хочу поддержать коллегу. Сегодня Москва сказала, не надо делать, значит, так, ни глава, ни правительство, все, закон такой, мы не можем этого делать. Но это же неправильно. Я сколько раз поднимал вопрос. Если Москва не хочет заниматься, значит, проблемами, которые мы выставляем, значит, сегодня жестко, четко, и я сам должен понимать. Где 390 тысяч гектаров, которые сегодня занимает Астраханская область? Почему там находятся, значит, сооружения, строительства, значит, гордость, полезность, ископаемая, которые сегодня в Соле, я имею ввиду, значит, Астраханская область, кто, куда платят эти налоги? Почему? Это же огромные деньги. Почему мы не занимаемся? Это берегинские, значит, сельские муниципальные образования, и Нархудыгское. Мы уже об этом говорили. Вчера понимание, значит, на уровне министра я нашел, я говорю, почему не занимаемся? Два года уже прошло, после того, который, то министр уже посадил, непонятно, на что его сажали. Почему правительство не занимается этим? Вот мы по губу говорили, значит, стоит ли вообще эти губы содержать или нет. Они на сегодняшний день уже 54 миллиона задолжали вообще. И завтра там суд начнется, значит, мы с этим имуществом попрощаемся. Просто его распродадут и все. Правительство когда этим вопросом будет заниматься, нужны или нет? Министерство сельскохозяйства. Еще один вопрос. Мы поднимали, значит, и четко, и общество поднимает вопрос о том, что борьба с опустыней у нас на нуле. Я вам просто хочу доложить. На сегодняшний день, когда мы поставили вопрос, необходимо заслушать или провести научно-практическую конференцию на лидеральном уровне, совместно с Государством Думы и Советом, значит, я вам хочу сказать, что нам сказали, что, ребята, что вы здесь хотите? Видите, ни одного письма, ни от исполнительного органа, ни от главы по этой проблеме, значит, от республики не поступало. Вот и весь сказ. Как нам быть? Каким образом мы из той ситуации, в которой в тупиковую мы попали по финансам, как будем выходить? Мы же не можем долго находиться, постоянно просить у федерального центра. В конце концов, они будут так с нами вести, потому что мы все время просим деньги. А то, что, например, у нас внутри здесь в республике, те проблемы, о которых сегодня говорят коллеги, мы почему-то ими не занимаемся. Вот нам пообещали, да, 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 да. Так как, например, правительство пообещало нам дать аудиторскую проверку по волонтерщикам, значит, два года, полтора года живем, а аудиторской проверки нет. Непонятно, жив ГУП или не жив ГУП, или как он там называется, а ООС, по-моему, да. А поэтому, я считаю, в этом отношении, значит, и правительству что-таки надо быть настойчивым, а ставить свои права. А иначе мы так получим так, что и КТК, и, значит, и Лукоил будут, значит, и нам здесь, так сказать, диктовать условия и все остальное. Ну, что за отношение такое, значит, мы хотим платить там. Тогда скажите, пожалуйста, где они добывают? На чьей территории не добывают за нефть? И почему мы должны, значит, распределять Межастраханского, Дагестана и Калмыкии? Если территория, которая, значит, они добывают шаги, а относится к калмыкии. Хорошо, Николай Николаевич. Спасибо, Николай Николаевич. Значит, уважаемые коллеги, значит, если еще желающие есть, то есть, пожалуйста, и будем завершать рассмотрение. Уважаемые коллеги, ну, наверное, мы все в одном согласимся, что буквально 10 ноября, когда мы рассматривали первое чтение, да, внесенный главой республики Калмыкия трехлетний бюджет, те вопросы, которые поступили от депутатов в форме устных запросов, что предусмотрено действующим республиканским законодательством, к сожалению, ко второму чтению главы республики не были учтены. Это один момент. Что касается посланий президента, о чем всегда Чиркс Андреевич очень правильно ссылается, это действительно правильно, потому что наш национальный лидер требует как раз-таки реализацию на территориях субъектов, реализацию социальной политики, да, и Антур Васильевич, к сожалению, не был на съезде партии, но там как раз президент, обращаясь к партийцам, говорил о том, что самое главное на земле – это человек. Сегодня, обсуждая второе чтение, с учетом того, что вопросы прозвучали 10 ноября официальному докладчику Чиркс Андреевичу, да, о том, что необходимо учесть по второму чтению все-таки депутатские запросы, которые были озвучены, сегодня в параметрах бюджета этого нет. Ковидный госпиталь, о котором говорят депутаты, это уже стало притчево-языце, да, у всего населения республики, этот вопрос в параметрах трехлеводнего бюджета даже не рассматривается. Увеличение государственного долга, три заключения контрольно-надзорных органов, прокуратуры, КСП, управления федеральной налоговой службы, ведь мы с вами бюджет принимаем не в первый раз, в согласительных процедурах, а Чиркс Андреевич всегда снимались вопросы, тем не менее, ко второму чтению, те же заключения о том, что у нас кредиторская задолженность по лекарственным обеспечениям, о том, что у нас сегодня на систему здравоохранения и в рамках 21 госпрограммы уменьшены образы финансирования, о чем сказал Николай Админич по госпрограмме образования. Где приоритеты? Правительство Республики Калмыки, руководство должно выстраивать приоритеты. Большое спасибо приняли индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Калмыки. Объем средств определён. Где точечное решение? В рамках проблемной карты Республики Калмыки. Сегодня коллеги говорят о том, что региональные дороги в рамках нацпроекта, да, дороги содержатся в ужасном состоянии, в сравнении с федеральными дорогами. Когда у нас в городской агломерации ремонтируются одни и те же дороги, хотя дорожная карта, о чём скажу, вы помните, мы ещё при предыдущем правительстве работали, эта проблемная карта была. Почему мы всё время накладываем дорожное полотно на те участки, где в принципе они были в рабочем состоянии, и что мы получаем? Какое качество мы получаем, когда на сегодняшний день эти работы не завершены? С учётом того, что с инспекторской проверкой Юрий Викторович приезжал на этот объект улицы Ипподрома. На сегодняшний день нарушения не устранены, объект не завершён. Это нацпроект дороги. Десять национальных проектов федеральное финансирование – это хорошо, но как работать над собственными источниками? Где инвентаризация основных ресурсов? Эти вопросы которые из раза в раз поднимаются депутатами, остаются без ответа и при этом формально вносятся в соответствующий проект закона. При этом мы говорим о том, что необходимо. Вот помогите нам услышать, у нас есть заявители, которые обращаются по социальным проблемам, по жилью. Острый вопрос. Неужели у нас сегодня работающий, работающий у нас в УКОИЛ и ГТК, в рамках соглашения о благотворительной помощи не могут решить вопросы, где социальная ответственность бизнеса? О чём говорит лидер партии? Коллеги, наверное пришло время вообще задуматься. Мы же с вами принимая бюджет, внесём консолидированную ответственность за эти цифры. И когда мы не можем объяснить людям, что за этими цифрами стоит, и что мы не можем адресно решить вопрос, и при условии, что к нам даже уже прокуратура пишет, что мы принимаем 21 госпрограмму, при этом ресурсное содержание соответствует реальным потребностям. И эти вопросы не снимаются. Они нарастают снежным комом. Наверное пора задуматься о том, что сегодня депутаты, как представители законодательного органа власти должны быть вовлечены в процесс принятия бюджета. Странная ситуация происходит. Поэтому ссылаться на послание президента это хорошо. Это спасибо президенту, что есть федеральные средства. А что делать с региональными? При этом финансовые вопросы, финансовая дисциплина и основы бюджетной и налоговой политики остаются непрозрачными на уровне Республики Калмыкия. Чем хватит? Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, решение комитета, пожалуйста. Комитет народного права права Республики Калмыкия по бюджету экономической группы, как принимается собственность, рассматривая проект закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на 2022 году и главный бюджет 23-24 годов во втором чтении решила рекомендовать народного права права Республики Калмыкия принять республики Калмыкия. Второе. Рекомендовать права Республики Калмыкия обеспечить эффективно использование бюджетных средств в рамках реализации индивидуальных программ социально-экономического развития ресурсов к помощи. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Прошу подготовиться к голосованию. Карточками. Кто за? Витам. Кто против? Витам. Решение принимается. Уважаемые коллеги, какие бы мнения ни были, а эффективно использовать и обеспечить сбалансирование ресурсов, сбалансированность в первую очередь обеспечить. Это задача органов.